Вчерашний денёк у меня, мягко говоря, не задался. Нервный срыв, всяческие душевные терзания, и ссоры, и обиды, гадкие слова и моя несдержанность. Кончилось всё тем, что я удалил телеграм-канальчик, который начал было потихонечку расти. Нет, не судьба мне вести телеграм-каналы. Что ж, и знаете, и шёл я вчера вечером с Патриарших прудов, и увидел мужчину средних лет с костылями без одной ноги. Ранее, не так давно, я видел другого мужчину и другого мужчину. А, к сожалению, очень много становится таких мужчин. Наталья Калмыкова, заместитель министра обороны Украины. В эфире телеканала Рада, украинского телевидения, сообщила, что, к сожалению, есть много людей, большое количество людей, измеряется это десятками, а может быть и сотнями тысяч, которые находят способы для того, чтобы избежать мобилизации и защищать свою родину. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Если пожелаете это сделать, загляните в описание. Уйду я в тенёк, прошу прощения, иначе приходится сильно щуриться. И, знаете, вот Калмыкова говорит, что, к сожалению, на самом деле эти люди спасают свои жизни. Родина, Родина, да, Родина. Но на самом деле из-за дефрагментации различного форматирования сознания и множества проделок политиков всех мастей, люди уже утрачивают чувство Родины, многие люди становятся гражданами планеты Земля. И, знаете, особенно много голосов о том, что надо защищать Родину и так далее, раздаётся из-за границы. От тех, кто непосредственно принимать участие в этой защите не планирует и не собирается. Ну, и Наталья Калмыкова говорит, к сожалению, но сама она не пойдёт ни на минные поля и не будет сидеть в окопе, пережидая обстрел противной стороны. Нет, не пойдёт. Поэтому для неё это, к сожалению. А для многих людей это радость, спасение и счастье, продление жизни. И я очень рад, что этих людей много. Дай им боженька спасти свои жизни. Знаете, на самом деле по поводу всей этой истории можно сказать только одно. Повторить слова генерала Лебедя, погибшего при странных обстоятельствах, что всякая война рано или поздно кончается переговорами и миром. И хорошо бы это всё, эти переговоры начались как можно скорее и завершились миром. Чтобы как можно меньше было травмированных людей, как можно меньше погибло. И мне страшно представить, сколько молох уже унёс славянских и не только славянских жизней. Скольких уже не стало. Вспоминаю предложение американского замечательного бизнесмена Илона Маска, который говорил, что следует в новых регионах, которые вошли в состав России, следует провести ещё раз референдумы с иностранными наблюдателями, и всё такое прочее, и провести переговоры, чтобы выяснить у самих людей, жителей этих регионов, чего хотят они. И это мне видится совершенно верным, правильным и справедливым. Потому что, да, после спорного развала Советского Союза, и помнится мне, был референдум проведён в 91-м же году, всесоюзный, на котором подавляющее большинство граждан СССР высказались против его развала. Но всё-таки, так или иначе, совершенно преступно развал СССР был проведён. И развал был проведён на республики. А республики эти, советские республики, были скроены и перекроены различными деятелями коммунистической партии и товарищем Сталином прежде всего, который, к слову, оставил много мин-ловушек, мин-замедленного действия, которые вспыхнули с развалом страны. Достаточно вспомнить Нагорный Карабах, понимаете? И вот ещё одна такая жуткая, страшная ловушка. Что ж, дорогие друзья, прошу прощения у всех, кого обидел, задел своей вчерашней руганью. В общем, не судьба мне, похоже, вести информационную деятельность, потому что человек, я, конечно, сумасшедший. Видимо, как следствие черепно-мозговой травмы тяжёлой, когда меня машина сбила и шесть костей в черепе, в своде и основании пробило. И похоже, что это не прошло бесследно. Простите меня, пожалуйста, те, кого я задел или обидел. Необходимо научиться сдерживать себя и относиться ко всему с улыбкой и снисходительно. Ко всем происходящим перипетиям. Что ж, и знаете, странно, вот учёные вроде бы находят способы победить старение, учёные находят способы лечить рак, учёные находят способы бороться с разными заболеваниями. А люди продолжают не то, что не улучшать жизнь себе и окружающим, а только лишь портить её, ломать, сжечь и убивать. Это, конечно, ужасно. Что ж, простите меня. Я вас всех люблю. Мне очень-очень грустно, одиноко и больно. Но ничего страшного. И я очень рад за всех тех добрых людей, которым удалось избежать могилизации любой страны. Берегите себя. Берегите себя. Доброго дня.